МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Юрген. Программа «Случай из практики» в студии Екатерина Борж. Чем заняться в свободное время? И есть ли свободное время у современной женщины? Об этом мы сегодня рассуждаем с нашими гостями. Анна Демина, руководитель женского клуба «Камелия». Здравствуйте! Ирина Фоменкова, художественный руководитель женского клуба «Камелия». И Наталья Леонтьева, хореограф клуба «Камелия». Как раз-таки сегодня о клубе, как одном из примеров, чем заняться в свободное время, мы будем говорить. Телефон прямого эфира 5167-67. Звоните, задавайте вопросы и по клубу, и по свободной... Чем вы занимаетесь в свободное время? Рассказывайте. Ну, конечно, пишите к нам на ICQ. Моя коллега Евгения Лебедева обязательно озвучит ваши вопросы. Женя, тебя тоже приветствую. Я тебя тоже, Катя, приветствую. Здравствуйте, уважаемые гости и, конечно, наши телезрители. Я с нетерпением жду ваших вопросов. Не стесняйтесь, пишите номер ICQ, как всегда вы видите на ваших экранах. Спасибо, Женя. Ну, дорогие дамы, ну, очень любопытно. Расскажите о своем клубе. Как, когда? Как все начиналось? Да, как все начиналось? А начиналось все не так давно, примерно около 4 лет назад, в 2008 году. Вы совсем молодые. Да, да, наш клуб совсем молодой. Начиналось все с танца. Сразу можем сказать, что танец – это наше божество, это наше все. Танцы мы обожаем. Такое ядро, скажем, да? Это ядро, вокруг которого все формировалось. Да, то есть мы пришли заниматься танцами, и потихоньку-потихонечку группа какая-то образовалась, все народу стало больше и больше, женщины как-то комплектовались вокруг нас. Кроме танцев еще хотелось и посидеть, и поговорить, и чайку попить, и обсудить, посплетничать что-то, и все. И как-то вот в процессе этого общения возникла мысль. А почему бы нам не сделать что-то официально? Вот, например, какую-то создать организацию, которая будет нас всех объединять. А кто из вас первый начал танцевать? Вот как? Кто был, получается, толчком? Инструктором была я по восточным танцам, но помимо этого, каждая женщина хочет найти свою реализацию и в других областях. Вот, например, как бы в настоящее время многие женщины машут на себя рукой, женщины зрелого возраста, которые думают, ну все, дети выросли, карьера есть, как бы все стабильно. Но это не так. Женщина всегда должна быть женщиной. Женщина должна стремиться к тому, чтобы быть всегда счастливой. Кстати, девиз нашего клуба – торопись быть счастливой. То есть, получается, цель вашего клуба, если вот так переформулировать моими словами, чтобы женщины, которые, по крайней мере, состоят в вашем клубе, кто присоединился, были счастливы и занимались собой. То есть, в свободное время все на себя нужно, да? Ну, может быть, не все, но себя никогда не надо забывать. Вот это самое главное. Себя надо любить. И о себе надо думать в первую очередь. Даже, вот, может быть, я скажу крамольную мысль, но в первую очередь женщина должна подумать о себе. Потому что из этого выйдет потом и отношение ее к детям, и к мужу, и наоборот. И окружающие будут ее любить, и видеть ее, и навсхищаться ей только, когда она будет позаботиться о себе. Женщина, махнувшая на себя рукой, не вызывает ничего, кроме жалости. И вот еще, кстати, я хочу добавить один из врагов, вот, наших, посетительниц нашего клуба, это дача. Вот как это не звучит ужасно, но дача отнимает у нас лучших из лучших. Вот особенно на летний период. Может, кому-то и не обойтись. Ну, надо совмещать, надо совмещать. Ну, в первую очередь, сама, сама женщина. Ну, я все-таки прервала вас. Идея возникла, да? Да, да. Вот, вы встречались-встречались, решили все-таки официальный статус приобрести. Да. И, наверное, первое, что возникло, это, как вам назваться, да? И это тоже, да. Кстати, название придумала Ирина, вот автор у нас опять, да. Ну-ка, расскажи, как тебе пришло это в голову? Красивое такое название, камелия. Как в Менделееву, в бассейне. Я по специальности логопед, и созвучие некоторых фонем, оно очень приятно на слуху. Поэтому камелия – это цветок. Цветок, он бывает и красным, бывает и белым. То есть разнообразие красного-белого. Звучание слова камелия, оно созвучно и благосклонно к нашим ушам. А особенно мужчины, которых мы интригуем. И это название, оно как бы тоже своего рода интрига. Интрига нашего клуба. Опять-таки, прерву ненадолго, может быть, и надолго. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. С чем вы к нам дозвонились? У вас вопрос? Или вы хотите рассказать, чем вы занимаетесь? Можно говорить? Да, конечно, можно. Девушка, я в молодости был запевалом. Был запевалом до армии. Во время армии запевал. У вас есть хор? Ну, я на пенсии. Пенсионер. Ага. То есть вам сейчас нечем заняться, да? Ну, конечно. Скучно? И хочется позапевать еще, да? По ветерану я бы с удовольствием пел в вашем хоре. Спасибо большое. Есть у вас ли такая вот волна, направление? Мысли очень интересные. Мы уже начали думать, как использовать нам этого мужчину. Потому что мужчин, членов нашего клуба, к сожалению, нет. Мужчины, которые к нам какое-то имеют отношение, ну, помогают или там приходят. Они, как правило, у нас являются почетными гостями, не членами клуба. Вот. То есть это принципиальное условие, что не члены клуба? Все-таки женский клуб, да? Женский клуб, да, 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 да. Вот. Но петь это, в принципе, можно. На будущее мы обязательно себе сделаем галочку, заметочку. И, конечно, вас обязательно пригласим. Вы нам или звоните, или оставьте свои координаты. Мы не хотим никого терять. Можно будет после эфира позвонить на телефон редакции 725-400. И я вам подскажу, как найти наших дорогих гостей. Ну, вот вы все-таки втроем все организовали, так? По крайней мере. Вернемся, да. Давайте к началу. И сразу скажем, чтобы восстановить справедливость, мы должны несколько слов очень большой признательности и благодарности Не забыть, да, скажем, да. произнести, да, Елене Николаевне Ивлевой, которая была, в общем-то, зачинщиком в создании нашего клуба. Да, просто потом личные обстоятельства семейные, очень тяжелые, драматические, помешали ей продолжить с нами вместе работать. Но она, в принципе, без нее, может быть, ничего и не сделаетесь. Мы говорим тебе, Лена, большое спасибо. Огромное. Спасибо, Лена. Кто вас объединил, да? Женя, я насколько понимаю, есть вопросы. Есть уже вопросы, Катя, да. Сейчас многие люди, независимо от возраста, активно пользуются интернетом. А у вас была идея создать свой сайт? Или он уже есть у вас? Ой, какая-то замечательная идея. Вот мы сейчас с этими телезрителями накидаем вам идеи. Как она давно у нас, эта идея? Мы, конечно, в Одноклассниках, в Контактах, мы держим свои странички, там мы пишем объявления, там мы свои рекламки и съемочные материалы с наших выступлений мы помещаем. Даже репетиционные моменты какие-то есть. Это мы все делаем. Но иметь свой официальный сайт, это вообще наша мечта. Но тут нужны специалисты, мы сами просто не сможем. Там же нужно как-то... В общем, мы в этом достаточно... Если, извините, Маталья. Может быть, когда-нибудь у вас появится член клуба, да, кто... Нет, вообще мы надеемся после этой передачи, кто-то откликнется. И в качестве подарка для нашего женского клуба поможет нам создать вот этот сайт. Это будет вообще... Опять-таки, дорогим мужчинам можно это призвать. Да, можно, да, да, женщинам. И, кстати, да, вот здесь мы еще раз подчеркнем, что наша организация общественная. Общественная, не коммерческая. То есть можно... Я расскажу мне только... У нас тоже, когда она только начиналась, мы тоже долго думали, какую же нам структуру все-таки выбрать наше... Все-таки быть коммерческой или некоммерческой? ООО, АО, размышляли долго, ЧП, ИП. В принципе, у нас даже была попытка... Мы создали ООО, но потом поняли, мы не для того создали, чтобы добиваться каких-то корыстных целей, извлекать какую-то прибыль. И быстренько перебазировались и стали общественной организацией местной, где уже конкретно видно, что наши цели... Чтобы приобрести официальный статус и привлечь общество, в первую очередь. Можно я сразу вставлю? Пару буквально слов. Потому что здесь огромнейшую роль сыграла Елена Германовна Струтинская. Это работник нашей эжинской администрации. Она помощник мэра. Я благодарна администрация в целом вам... Очень помогла. Да, Сергей Николаевич Козлов был целиком на нашей стороне. Мы, правда, надоели ему страшно. Мы ходили... Но если бы не надоели, может быть, ничего без настойчивости не произошло. Да, очень. Сергей Николаевич очень сильно нам помог. А и главное, его первая помощница Елена Германовна. Она превосходной души человек, замечательная женщина. Она и сама все время вот хочет к нам в клуб, но ей все, наверное, мешает работа и какие-то важные дела. Ну, мы ее прямо приглашаем. Приходите к нам обязательно. Елена Германовна, обращаемся к вам сразу. Раз уж речь зашла про эжинскую администрацию, то есть позируетесь-то вы в Эжве? Да. И принимаете только эжвинок? Ну, что вы, мы принимаем всех подряд. Ты желаешь? Ну, просто администрация эжинская предоставила помещение. Помещение, конечно, было неважным, но уж какое было. Просто на тот момент ничего не было другого. Помещение подвальное. Адрес могу назвать. Скажите, может быть, кто-то в гости желает идти. Школьный переулок, дом 10. Бывшее помещение магазина «Оскар». Пожалуйста, приходите обязательно. Вот, помещение нам предоставила женская администрация. Мы сначала расстроились, потом засучили рукава. И с помощью волонтеров, с помощью каких-то там… Добрых людей. Добрых людей, да. Мы сделали ремонт, успешный, прекрасный ремонт. И мы так в нем хорошо вот последние 4 месяца занимались. Можно к этим словам добавлю, самым первым человеком, который отозвался и помог нам в начале нашего ремонта, это Черный Николай Михайлович. Спасибо вам большое. Столько благодарности. Спасибо, Николай Михайлович. Спасибо. Это был первый человек, который действительно реально помог, да, именно по ремонту. Ну, вот в самом начале программы вы сказали, что, ну, по сути, ядро или самый центр вашего клуба – это как раз-таки танцы. То есть это основное направление в вашей, как бы, деятельности. Да, да. Какими танцами? Танцы. Началось все с восточных танцев. То есть в чистом виде арабские танцы, да, арабская классика. И мы учились этому, и научились, в общем-то, и мы дополнительно еще занимались на курсах, на курсах инструкторов по восточному танцу. То есть вы не только в себя выбрали документы. Вы можете и научить, да? Да, мы работаем инструкторами, да. Вот. И потихонечку, постепенно мы начали уходить. В сторону от классического арабского танца. То есть мы стали смотреть, искать, ездили по фестивалям, по конкурсам, разговаривали с людьми, общались. И для нас определилось очень интересное новое направление. Давайте мы о нем расскажем. После того, как посмотрим несколько фрагментов, нескольких танцев, потому что все, естественно, уместить не получилось. Вот посмотрим, потом прокомментируем как раз-таки вот какие-то отрывки, может, как раз-таки из того, что вы хотите рассказать. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие яркие, красочные танцы. Танцы танец с крыльями, да. Да и вы с удовольствием смотрели, не только наши телезрители, да? Кстати, любите свое творчество. То, что с крыльями, да, это как раз вот очень символический танец, он изображает рождение нашего клуба. И называется он рождение нашей мечты, да. Как эта мечта, она вылупляется из какого-то зародыша, и потом она такая несчастная, и потом вдруг раскрывает крылья и начинает летать. Вот это вот прямо, ну, все. Ну, сейчас заплачем танец нашего клуба, да. Ну, вот и телезрители видели, и мы сейчас в студии видели разнообразные танцы. Да, да, да. Вот вы хотя бы начали, что началось все с удовольствием. Да, есть сейчас направления различные. Это трибл, перформанс, вот есть такие страшные слова. Но это, в общем-то, одно и то же, это театрализованные действия. То есть наши танцы. Каждый танец – это маленький спектакль. Мы стараемся в танце показать историю, какое-то событие. Ну, здесь вот не видно было, потому что отрывочки всего лишь, да. Но в танце человек должен войти в одном качестве… Герой, герой. В одном качестве выйти в другом качестве он должен. То есть это событие зритель должен увидеть. И только тогда танец будет интересным. И больше всего отвечает нашим вот этим требованиям это стиль «неклис», так называемое ожерелье. То есть когда на… Надо объяснить телезрители. Когда-то мы были на фестивале, когда-то в 2009 году, да? Да, да, да. На московском фестивале, там мы познакомились, там была с Англии женщина тоже, которая занимается восточными танцами. Вот она нам рассказала о этом направлении, хотя в голове у нас уже как бы… Уже сформировались, знаете, сформировались. Но мы не знали, что же это за направление. А оказывается, вот направление… Оно имеет, оказывается, уже свое название, и уже многие, правда, за рубежом пока этим интересуются. Так что вот мы, можно сказать, первые… Ново. Это направление развиваем здесь у нас. Это даже не в Москве и в Санкт-Петербурге, а здесь в Сыктывкаре. Об этом даже не слышали еще нигде. Вот. Кстати, о танцах заговорили, Катя. Да, да, есть вопрос. В женский клуб ходят только взрослые женщины. Мне еще 16 лет. Я могу к вам прийти и научиться танцевать? Это вот нам Аня написала вопрос. Здесь немножко… Да, здесь есть проблема, потому что до 18 лет, к сожалению, нельзя детям в подвале заниматься. То есть подвал, да, он накладывает ограничения. Но у нас есть прекрасные люди, да, вот, например, есть места, где нам предоставляют, как бы, возможность иногда тоже заниматься. Поэтому, если мы, например, наберем достаточно большую группу детей, то мы сможем договориться и сможем, в общем-то, их принимать в другом месте. Тогда, пожалуйста. Это ты, Наташа, наверное, говоришь по социальному центру. По центру социального защиты. Можно, опять-таки, сказать, обратиться по телефону редакции 725-400, и я переадресую, объясню, куда, чего и как можно обращаться. Там, кстати, у нас на базе этого центра и новое направление для молодежи – стрип энд хип. Да, да. Вот туда вот как раз девушке можно и посоветовать. Кстати, да, стрип пластика вот сейчас как раз на базе вот центра социального защиты у нас преподается. И хип-хоп, да. Не могу не спросить. Вот мы с телезрителями видели фрагменты, очень красочные наряды, костюмы. Как они создаются? Сами или как-то заказывать? Ну, вот давайте расскажите. Одно из направлений, кстати, деятельности нашего клуба – это рукоделие. Ну, мы об этом, может быть, еще расскажем, если будет время. И, в частности, вот я веду кружок, называется «Создание восточного костюма». Но, правда, сейчас, да, сейчас это расширилось понятие. И мы не только восточный костюм создаем, мы можем создать любой костюм. И даже, может быть, создаем, будем создавать одежду для повседневного. Здраво, интересно. Ну, в связи с этим, можно я добавлю. Как бы мы думали, чем еще осчастливить женщину. Потому что девиз наш – торопись быть счастливой. Танец – это хорошо. Но еще женщина должна быть самоуверенной. А самоуверенность нам придает наш образ, наш стиль. Поэтому, как бы мы думали, чем бы нам заняться, как бы нам… Что бы нас могло продвинуть. Да, что-то такое глобальное. И мы решили обратиться в передачу «Модный приговор». Вот, то есть начать с себя. До того, как вы рассказали об этой программе, фрагмент этой программы покажем, чтобы телезрителям, те, кто не успели посмотреть, могли посмотреть. А потом мы расскажем, как секрет съемок. Съемок. Давайте посмотрим. Все, внимание на экран. Ирина Фоменкова, 46 лет. Руководитель женского клуба. Разведена. Все от платьев и пальто до сумок и купальников связано ее руками. Ира называет себя «ходячей рекламой» и уверена, что продвигает культуру в массы. Вот только общественность помыслы рукодельницы понимает по-своему. Женщины возмущенно отводят глаза, а мужчины приглашают на свидание с продолжением. Подруга в недоумении. Инвесторы путают клуб по интересам с ночными заведениями сомнительной репутации. И все из-за того, что их руководитель ходит в одежде на просвет. На все уговоры «вязать поскромнее» Ира отвечает отказом. Ведь ее работы – способ самовыражения, а выражаться по-другому она не умеет. Обвиняется в непонимании. Мастерство без чувства меры, как крючок без пряжи. Вы знаете, то, что по эту руку – это прошлое моя жизнь, а это мое будущее. Так что вы выбирайте филистов. Надеюсь, что вы это и получите. Ну а сейчас все наше внимание на экран. 5% пользу Ирины, 95% пользу стилистов. Таким образом, эти наряды нам дар от первого канала. Ну вот видно, что дар от первого канала. На самом деле дар. Все это не шутки, как там представляют. Может быть, кто-то из телезрителей думает. Вот на самом деле все подарили. Расскажите впечатления. Вот вдвоем ездили. Расскажите. Интересно, любопытно. Масса впечатлений. Ну, во-первых, хочется еще раз вернуться к клубу. Для того, чтобы сделать женщинами счастливыми, надо сделать их образ. А прежде чем сделать кого-то, нужно сделать себя. То есть начать нужно с себя. Поэтому мы решили, да. Вот мы и начали придумали. Ну, как придумали? Не придумали историю, Наталья. Эта история не придумана. Нет, она и жизнь. Дело в том, что Ирина на самом деле вяжет. И вяжет очень хорошо. И все, что там показывает. И это в клубе тоже воплощается. Мы же повезли туда целый чемодан этих вещей. И то это мы только отложили самое такое подходящее. То, что по образу подходяя образе. А на самом деле она вяжет, да. Но действительно она носит эти вещи, ну, скажем, мягко-то не туда. Вот и все. Там, где, допустим, уместно отдых, дискотека, прогулки или что, Ирина является в присутствии какие-то официальные места. И вот это противоречие, на которое, кстати, мы ей указывали постоянно. Ань, мы же ее критиковали. И ей это как бы стало неприятно. И она обратилась просто, чтобы суд решил это дело уже судом. И мы поехали. И там уже действительно дали нам столько полезных советов. Столько прозвучало интересных мыслей и предложений. Особенно со стороны Эвелины. Он величайший профессионал своего дела. И энтузиаст. И такая женщина великолепная. Столько прозвучало интересного, что мы это тут же взяли на карандаш. И мы это прямо вот у нас идеи закипели. Мы хотим это все притворять. Если говорить о закулисье. Ну, вот программа идет в эфире, по крайней мере, ну, даже меньше часа, если я правильно помню. Ну, да. Час. Сколько реально времени заняла подготовка? Реально времени заняло 4 дня. Первый день это я встречала. Всего лишь полчаса эфира, 4 дня. Первый день я встречала со стилистами, работала с девочками-стилистами. Рассматривали? Прочувствовав меня, подбирали все эти комплекты. Причем они, наверное, даже чувствовали мою интуицию. Когда я одела полосатый пиджак, я поняла, что это мое. Прям вот почувствовала, это мое. И они сразу его отложили в сторонку. Ну, там некоторые нюансы были, когда вот подбирали последний наряд, третье платье. Когда его принесли, я посмотрела, думаю, что-то как-то непонятно, непонятно. Но когда я его одела, и когда принесли маленькие аксессуары к этому платью, это было просто чудо. Вот любые поездки, они наверняка эмоции прибавляют. Вот как-то это на деятельности клуба сказалось. Может быть, вы там перепомнились идеями? Или опять-таки лекции, которые записывали заявление? Мы еще немножко походили на курсы имиджевые. Действительно, идеями переполнились, это хорошие слова. И мы прямо уже ждем, не дождемся сентября, когда мы сможем, во-первых, пригласить еще людей, которые этим интересуются, чтобы у нас ряды наши пополнились. И мы будем эти идеи прямо притворять потихонечку в жизнь. То есть у нас будет как бы курс, обучающий курс и лекции, и практика. И мы сможем и советовать людям что-то покупать в магазинах, будем вместе с ними выбирать. Под названием «Стиль и моды». Новое направление совершенно. Да-да-да. И тому, тем, кто, например, ограничен в средствах, мы будем помогать переделывать свои собственные вещи. То, что уже есть. То, что уже есть. Или подбирать. И подбирать одну, другую, чтобы можно было комплектовать. Да, совсем правильно. Женя, есть вопрос. Да, Катя, как только ты озвучила про участие в модном приговоре наших гостей, есть очень много вопросов. Значит, Наташа интересуется, как вы попали на модный приговор? Неужели может каждый принять участие? Я мечтаю туда попасть. И еще хотелось бы узнать, а сколько вы заплатили за участие? Вот вы запомните, сейчас мы к второму вопросу перейдем. А кто вам из ведущих больше понравился? Ольга хотела бы узнать. И вот еще три. На самом деле масса вопросов. То есть как бы так объединим сразу, да. И вот Аня хотела тоже интересуется. А историю кто вам придумывает? Там уже на программе сколько по времени это все занимает. И вы же еще там по магазинам ходите. Потом прически вам делают. Ну, вы уже об этом сказали, да? Четыре дня. Четыре дня. Ну, прическу делали только в день съемок. Мы, нет, прическу и макияж сделали в четыре часа. Давайте снизу тогда, да? Кто вам больше понравился из ведущих? Вообще мне понравились все. Конечно, когда я смотрела по телевизору, тот же Васильев, те же защитники и эксперты, но там это совсем по-другому. Евелина просто чудо, просто человек своего дела. Она действительно хочет сделать женщин стильными. И действительно то, что она видит в безобразии на улицах, ее ранит до глубины души. Это чувствуется прям очень-очень-очень на передаче. Александр Васильев, он немножечко, может быть, сладковатый нам кажется, но на самом деле он мужчина. Он истинный мужчина. Вот рядом, когда я стояла рядом с ним, я ощущала себя в какой-то броне. Действительно такое ощущение, что рядом настоящий мужчина. А Надежда Бабкина, она, конечно, немножечко... Она сильна в своих песнях, когда она поет. А на этой передаче даже как бы режиссеру сказали, ну, Надежда была в ударе. Она несколько раз подпевала и пела. И когда она поет, она раскрывается просто вот душа на всех. В общем, от всех ведущих, один ведущий, да, и как бы соучастники, я просто в восторге. По поводу истории вы сказали, что это все, в принципе, не сочиненная история. Вы заранее ее... История из жизни, да. Мы просто немножечко ее, ну, сконцентрировали, скажем так. И самый первый вопрос, сколько вы заплатили? Да, вы знаете, ноль-ноль-ноль. Мы не заплатили ничего абсолютно. Мы оплатили только проезд туда и обратно, ну, проживание вот своей. Значит, у Натальи все-таки может осуществить свою мечту, да? Ну, несомненно. На сайте находит модный приговор. У них специальное место, куда можно подать заявочку, рассказать свою историю. И, пожалуйста, послушать. Можно немножечко Наталью перебью? В связи с этим, так как у нас приглашение на модный приговор совпало с приглашением на фестиваль восточного танца «Дети России», очень хочется поблагодарить Красюк Олега Федоровича и Лидию Ивановну, а также Петрова Станислава Алексеевича в том, что они помогли нам в этой поездке. То есть мы, можно сказать, убили два зайца. Мы поучаствовали в фестивале «Дети России», где заняли... Второе и третье место. В дуэте. И вот поучаствовали в этой передаче. Спасибо вам. Ну, все-таки очень хорошо мы как-то логично перешли обратно к вашему клубу. Очень хочется похвастаться же вашими достижениями. Клубу 4 года, как вы сказали, да? То есть за 4 года-то есть уже чем похвастаться? Ну, первая поездка на фестиваль состоялась в сентябре 2010 года. Как решились? Мне вот это очень интересно. Решились с ужасом, да. Боялись всего подряд, очень боялись. Ну, ехали, потому что надо, надо. Просто это было надо для клуба и для себя. В 2010 году, в сентябре, третье место на первенстве России. В октябре того же года первое место на открытом чемпионате Санкт-Петербурга. Потом у нас была Ухта в 2010 году. Там место было призовое, но, конечно, не первое. Потом в 2011 году то же самое Москва, октябрь Петербург. Призовые места не буду, уже времени мало. В Ухте Dance Integration мы уже ездили совместно с танцевальным коллективом Грэйнис. Наверняка все уже слышали. Превосходный коллектив. Можно я немножечко добавлю? Если зрители хотят увидеть и удостовериться в наших достижениях, приходите к нам в клуб. У нас есть доска почета, скажем так, и все наши награды, и все наши дипломы там вывешены. Прикатите, пожалуйста. Чуть больше минуты, чтобы по направлению. Мы назвали два основных направления, да, самых ваших любимых. Одно танец, с чего началось, имиджевое, это то, на что вы настроены, что еще есть. Чем еще может заняться? Сейчас существует, как вы сказали, танец, рукоделие. Планируется у нас все-таки охватить очень много. Перечислим. С сентября набираются группы у нас. Самооборона для женщин. Бодифлекс техника. Очень интересная тоже для возрастных групп. Женщин. Так, что у нас? Латина, пожалуйста. Йога. Йога. И интересное у нас тоже мы приглашаем. Все оздоровительное тоже направление. Вот это оздоровительное направление, да, я озвучиваю. И у нас есть специалист, который также обучался в Москве. Это китайская гимнастика цигун. Оздоровительная. Тоже очень своеобразная, очень интересная. Единственная республика. То есть мы хотим ее прям пригласить и начинать работать. Это женщина должна убедиться в том, что есть гармония, тело, духа, мысли. Все это можно соединить. И быть счастливыми, да, в целях нашего клуба. Торопитесь быть счастливыми. Сегодня мы говорили, к сожалению, время эфира подошло, подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, чем можно заняться в свободное время. Мы, конечно, акцент сегодня сделали на то, чем заняться женщинам. Гости у нас были члены, создатели, да, женского клуба «Камелия». Давайте воспользуемся моментом. В трех словах, пригласите к себе в гости. Дорогие наши женщины, девочки, девушки, девушки до самой старости, пожалуйста, приходите, не стесняйтесь, звоните нам по телефону. Мы принимаем всех без возрастных и ограничений. По здоровью по ограничению тоже нет. Никаких нет. По здоровью мы озвучим, если уже человек придет. Чай-то можно попить и... Да, да, порекомендуем просто, чем можно заниматься, чем нет. Комплекция. Вот некоторые стесняются, думают, ой, я еще, наверное, не подойду, у меня там комплекция не та. Не думайте об этой глупости совершенно, потому что все вы красавицы, все вы замечательные. Приходите к нам и будьте счастливы. Торопитесь. А прям не сорвали, у меня хотела я вам пожелать. Вы будьте счастливы. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, девушки. Спасибо большое, Женя. Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо большое. Мы с вами, дорогие телезрители, увидимся завтра в полдень. Гость эфира, психолог Татьяна Пономарева и исполняющая обязанности заведующая Республиканского центра планирования семьи Эрека Минев расскажут о вреде абортов. Когда-то Россия занимала третье место в мире по количествам абортов. Завтра узнаем, изменились ли цифры и в какую сторону. Телефон редакции 725-400. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова